Этот яркий порошок – действующее вещество для потенциального лекарства. В его основе – теофен, продукт органической химии. Аспиранту Сергею Шепиловских и группе исследователей Госуниверситета удалось синтезировать соединение, которое обладает полезными свойствами, в том числе противовоспалительными и обезболивающими. Оказалось, что данные вещества обладают очень низкой токсичностью по сравнению с использованием медицинских препаратами и аналогами. Это был первый наш патент, мы его запатентовали. Далее мы продолжили исследование в этой же области. Разработкой учёных заинтересовалась одна из пермских коммерческих структур. Она и взялась за дальнейшие испытания препарата. Пока завершатся все необходимые проверки, пройдёт ещё несколько лет. Тогда, возможно, новое лекарство появится в продаже. Сейчас мы продолжаем исследование. В данный момент разрабатываем противомикробное вещество. И у нас уже одно есть разработанное. Заявка на патент уже подана. Работа теперь пойдёт быстрее. Недавно Госуниверситет приобрёл новое уникальное оборудование. Это дифрактометр. Прибор способен дать учёным быстрый и полный анализ строения того или иного вещества, но только в твёрдом состоянии. Кристаллик величиной вдоль и миллиметра прикрепляют к специальной игле. С помощью рентгеновского луча и видеомикроскопа получают картину атомной структуры. Знание структуры соединений нам позволяет с большей уверенностью, с большей точностью прогнозировать свойства этих веществ, потенциально физиологически активных, то есть потенциальных лекарств, лекарственных препаратов. Сейчас пермские учёные разрабатывают новые химические соединения, которые будут эффективны против палочки Коха – возбудителя туберкулёза. Юлия Зыкова, Василий Дурепинских, Телевизионная служба новостей.